Ивановские мастера мяча привезли домой шесть медалей. Спортсмены вернулись с соревнований пятого кубка русско-японской дружбы по кендо. Состязания проходили в Москве и собрали 150 участников из 14 регионов страны. В мероприятиях участвовала легенда японского фехтования Суми Масатаки Сенсей. Суми Сенсей приехал с определенной миссией повысить уровень кенда, фехтования японского в России. И уже традиционно на данном мероприятии Сенсей японский выделяет самых техничных, самых успешных спортсменов и также самых успешных, по его мнению, справедливых судей. Из шести наград, которые привезли с собой ивановцы, одна бронзовая, две серебряных и три медали высшей пробы. Кирилл Пименов принес в копилку региона сразу две золотые награды. Юноше 14 лет. Шесть из них он занимается кендо. Благодаря высокой подготовке Кириллу разрешили выступить в двух возрастных категориях. Соревнования были интересные. Сначала у нас был семинар с японским сенсеем. И на следующий день соревнования. Приехало много народу. Противники были серьезные. Интересно было драться. И призеры категории 11-14 лет переходили в категорию 15-17 лет. И там тоже занял первое место. Еще один золотой медалист – Егор Москаленко. Спортсмен сейчас учится во втором классе. На соревнованиях, по словам спортсмена, был одним из самых маленьких участников. Но несмотря на это, в возрастной категории 7-10 лет Егор одержал уверенную победу. У нас сначала там все распределяют, кто с кем в пуле. Там по два, по три человека. Если три человека, кто-то выходит с первого места, кто-то со второго, а кто-то больше уже никуда не выходит. Я смог выйти из своего пула с первого места. Мне попались слабые соперники сначала. Я в финале оказался мальчиком из листы. Мне удалось его победить. Он был достаточно сильный. Также Ивановцу достоились призов за боевой дух, а президент клуба Наталья Степанова получила почетный кубок за справедливое судейство. В переводе на русский кендо означает «путь мяча». И соревновательный путь в этом году стартовал очень успешно. Опускать планку спортсмены не планируют. В этом году мы хотим попробовать стать участниками международного обмена между Россией и Японией. И поедем тренироваться с японскими детьми в июне месяце. Пока это будет пробная поездка, мы попробуем наладить контакт с клубом, который нас будет принимать, подружиться с ними. И наладить взаимный обмен ребятами как из Японии, так и из России. Сейчас спортсмены готовятся к первенцу Центрального федерального округа, которая пройдет в марте в Москве. Впереди у ребят череда клубных турниров первенства России и поездка в Венгрию на международный юношеский турнир. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.